Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Лена, мой ник на ютубе Хелендлин1. Добро пожаловать! Сегодняшняя погода в Москве жарковатая, ветерок присутствует, но не такой уж сильный, но он присутствует. Я люблю жару, я от неё просто кайфую, мне нравятся жаркие дни, я очень люблю теплоту, поэтому для меня это кайф. А вот для пожилых людей, конечно, это не айс, для них это очень плохо, потому что по состоянию здоровья они очень себя плохо чувствуют. И большинство, они сидят в это время дома, а вот вечером они выходят уже гулять. Вечером уже прохладненько немножко, и для них это комфортнее. Итак, сегодняшний день начался буквально в сумасшедшем ритме, и я очень в этом даже рада, что в такой сумасшедшем ритме начался день. Комфортно, уютно и весело. И главное оставаться на этой же ноте весь день. Итак, сейчас я делаю Андрюхе завтрак. Броника сейчас у меня ушла на ГИА, у неё сегодня сдача экзамен по английскому языку, остался русский язык ещё. Ой, девчонки, это, конечно, и мальчишки также, и родители тоже, и бабушки, и дедушки. Конечно, я могу сказать, ГИА это очень стрессовый такой экзамен. И также ЭГЭ тоже. Я не знаю, для кого это есть хорошо, но для детей это очень стрессовая ситуация. Нужно иметь очень железные нервы, потому что всё-таки это первый для них экзамен, который вот так проходит. Я не знаю ещё какую-то страну, где вот так всё это проходит. Постоянно слежка, какие-то обыскивания, какие-то проверка металлоискателем. Только ручка и всё. Я не знаю, но это просто действительно напоминает мне проход в аэропорту металлоискателем и плюс какие-то КГБшные слежки. Но давайте намного проще относиться к этому, конечно. Конечно, я в этом плане за то, что в принципе людей не так психологически в этом плане готовить постоянно. А вы готовы? А вы готовы к экзаменам? Я думаю, что, наверное, для них нужно отдельно психологический тренинг сделать, чтобы они были готовы. А вот так такая давёжка не нужна. Вот, и так, ну и ещё так я хочу немножко с вами поболтать по поводу того, как прошло мероприятие, которое устраивал YouTube. Ну, видео people. Сейчас я только переверну блинчики и к вам я вернусь. Вернулась к вам после того, как я покормила в данный момент сыном. Сделала я сегодня блинчики ему с творогом. И он уже их мямкает, кушает и наслаждается завтраком. Итак, ну, по поводу того мероприятия, которое прошло видео people, да. Конечно, нужно было, наверное, скорее всего, сделать такое официальное видео, чтобы рассказать об этом, чтобы подготовиться, да. То есть, в принципе, марафет какой-нибудь сделать, галстучек одеть, пиджак и какой-нибудь что-нибудь сотворить. Но я так подумала, чем проще, тем лучше. Все-таки мнение такого видео будет намного лучше смотреться, чем я буду сидеть, когда официально что-то демонстрировать, что-то рассказывать. Чем намного проще, тем лучше. Первое, что я хочу вам сказать. Для того, чтобы попасть на это мероприятие, нужно было быть партнером YouTube. Но, не обязательно быть партнером YouTube, то есть, я имела в виду, могут быть приглашены ваши друзья, подруги или знакомые. Но для этого нужно было заполнить одну формулировку. То есть, имя, отчество и почту, и мейл-почту. И вам придет потом письмо вот такое, как мне пришло. Здесь вот, видите, пимпочка, которая потом сканируется. И плюс номер. И по этому номеру вы проходите. Так что, в принципе, все легко и просто. Нужно было просто, если вы хотели прийти на это мероприятие с другом, с подругой, или вы чувствовали себя более комфортно с другим человеком на этом мероприятии, можно было заполнить на его формулировку вот такого письма. Ему пришло бы письмо, и мы пошли бы вместе. Второе, то, что вы получили бы на этом мероприятии, это такой бэджик. Вот. Это мой ник, это мое имя. На этом о бэджике написано расписание всего мероприятия, которое было на этом. Третье, то, что после всего окончания мероприятия, по уж самом конце, было такой опрос голосования. Как вам понравилось это мероприятие было, вопросов 20. В основном они сходили на то, сходили вы на это мероприятие, то есть на дискуссию по поводу мастер-класса или дискуссия блогеров, и вы должны были их, как бы говоря, сказать хорошо, плохо, не очень, поставить, короче, галочку, с которой вы согласны. И я сделала такой опросник и заслужила очки, которые я сейчас вам покажу. У меня было два варианта, белый или красный. Я выбрала все-таки белый. На белый они ко всему подойдут, а красный нужно подбирать на ряд. Ну, я взяла белый. Вот такие очки. И здесь написано YouTube. Вот так они выглядят. И вот. Вот. Кажется, за опросник я получила вот такие очки. Солнцезащитные, очень приятные, кстати. И мне они понравились, так что я буду носить их обязательно. Да, кстати, я скоро уже уезжаю в теплую страну, поэтому они мне пригодятся. Итак, по поводу жаркой страны. Я получила открытку из Таиланда. Угадайте, кто мне ее прислал. Мне прислала ее Любовь Першина. Да, большое тебе спасибо, спасибо, спасибо тебе за то, что ты... Ой, честно, я вот почувствовала в почтовом ящике такой огонь теплоты, потому что эта открытка просто горела жаркой страной. Сейчас я вам покажу ее. Вот такая открыточка пришла ко мне. И вот, что написано на обратной стороне. Честно, очень приятно. Я просто вот действительно, я до сих пор вот планирую эмоциями, которые меня приглащают и превоплощают. Короче, я просто вот вся на эмоциях, потому что действительно, даже вот такая маленькая открытка сделает человека счастливым. Не нужны бриллианты, алмазы и все это, как бы, в говоре мелочи. Вот это самое дорогое, что есть. Мне не хватало на этом мероприятии, мне не хватало кофе. Я очень люблю кофе, я кофеман. Карина, кстати, пошла за кофе, нужно было с ней пойти выпить с ней кофе. А я вот чего-то и не пошла. Честно говоря, потом я очень сильно пожалела, что я не выпила кофе. Потому что действительно, мне нужен был какой-то энергический напиток. Я не употребляю, кстати, энергические напитки. Я плю нормальные напитки, которые действительно не доставляют удовольствия. И это, да, я думаю, то, что все знают. Это бонаква. Так, бонаква, от которой заряд энергии получается. Вот, надо было, конечно, выпить. Ну, ладно. Да, да, и плюс еще, что, в принципе, в основном еда была фастфудная. Да, я не боюсь этого слова, была фастфудная еда. Путепродики, макарошки, которые готовились, вот, знаете, в китайских таких пакетиках они выдавались. Жарилось прям все при вас, все это было. Но, знаете, у каждого человека, конечно, свой организм. Может, даже у кого-то диета, и не каждому подходит, конечно, такое. Но, это, конечно, все отдельное. Но, никто не знал, что будет на этом мероприятии. Это было первое мероприятие в Москве. Я думаю, то, что, возможно, организаторы подумают над этим вопросом и что-нибудь изменят. По поводу всего остального, мне очень все понравилось. Я очень довольна, что прошло такое мероприятие. Я познакомилась с другими блогерами. Плюс я увидела всех девчонок, которые хотела увидеть. Да, согласна, я немножко так, да, энергически всех обнимала. Да, ну, я такой человек, я не могу, у меня брыжат эмоции. Я вот хочу действительно человека порадовать. И, ну, радость такая у меня, да. Так что, я вот такой человек. Девчонки, вы на меня не обижайте, пожалуйста. Ну, я действительно, я искренне. И очень довольна, что я с вами встретилась. Так что, я благодарю YouTube за то, что устроила такое мероприятие. И дал возможность увидеть о всех. Ну, я думаю, то, что это мероприятие не будет последним. А еще будет, да. Кстати, уже, наверное, слово праздник появилось. Я постоянно говорю мероприятие. Ну, и думаю, ладно, организация, 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 организация. Да, ну, вот. Так что, я довольна очень тех, что я попала на эту встречу. Эта встреча уже вторая. Ну, не то, конечно. Конечно, в принципе, я была еще первая. Я проходила еще на Google+. Там тоже была встреча блогеров. Там приходило тоже много людей. И нас знакомили с секретами, как делать популярность. И как ведь все это изображать. Но могу честно вам сказать. Творите добро. И вам во благо будет. Вот. В общем, день продолжается. Я сегодня не знаю, что еще чем заняться. У меня просто буря эмоций, что мне создать. У меня еще зимние вещи не убраны. Потому что я в основном, честно я вам сознаюсь, в основном я сидела за учебниками. Ну, как-то учебниками. Да, я не учусь, а учатся мои дети. У меня были контрольные, самостоятельные. И чтобы помочь детям, я сидела с ними. Поэтому у меня были загруженные дни. И вот два дня, два дня я вырвалась на свободу. Первый день это была организация на YouTube. И вторая это встреча с Ольгой. Луна 24. Передаю тебе огромный приветик. Ты просто сумасшедшая девчонка. Ты у меня просто самая обаятельная, самая привлекательная и жизнерадостная. Да, я, наверное, сумасшедшая. Да, я сумасшедшая. Да, у меня просто вот такое бы переоплощение эмоциональное. Да, я не могу удержать то, что, наверное, другие бы удерживали. А я вот не могу, не могу я себе это удержать. И, кстати, я думаю, то, что это нормальное явление. Лучше выплёскивать, чем держать это себе. Шаман, я шаман. Положите, пожалуйста, свои баночки, крема. Я буду сейчас вас заряжать энергическими потоками энергии. Чтобы у вас тоже была такая энергическая энергия. Такая позитивная нотка. Так. Кстати, по поводу кофе. Кофе я ещё не пила. Да, мне нужно поставить тут же дизлайк. Мне дизлайк. То, что я не пила ещё кофе. Кстати, на встрече была ещё Даша. Ваши Даши. Девчонки, это, конечно, это необобразимо, какой человек. Как она позировала, наверное, возле Ютуба, где там белый плакат висел, Ютуб. Ой, и она создана. Она вот издевалась. Это просто было поразительно смотреть. Это суперэнергический поток тоже. Вот поэтому мы нашли друг друга и, как бы говоря, сплотились. Так что, да, Стасе я здесь также передаю привет. Алине тоже передаю привет. Да, кстати, Алина, у меня уже второе имя. Первое, Алина, вот сейчас, с которой я познакомилась на организации, которая была, произошла на Ютубе. И второе, зовут также мою свекровь, Алина Николаевна. Передаю вам привет в город Ялту. У нас всё хорошо, все здоровы, дела идут. Мы. Всё у нас хорошо. Итак, чем бы мне заняться? Я даже не знаю. Знаете, надо план составлять и вычёркивать. Это сделала, это сделала, это сделала. Действительно, у меня очень много дел, и голова у меня кругом идёт. Нужно всё, 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 всё убрать, почистить, помыть, выкинуть то, что лишнее. Кстати, я недавно перебирала у Андрюхи книжный шкаф. Батюшки, сколько же я выбросила из писанных бумаг. Тетрадки, которые уже из писанных, ненужные. Они просто, действительно, они занимают места. Вы не поверите, сколько я выбросила. Это, понимаете, мне, вот лично, второй дислайк. Это то, что я не заботилась о том, что освободить места, а заботилась к концу учебного года. Безобразие. Я выбросила 10 мешков бумаги, которые были исписаны. Так что подумайте над этим, не держите ненужный материал, который уже не нужен совсем, и не пригодится он уже в дальнейшем. Давайте прощаться. Нет, 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 вы не подумайте, не подумайте, что это что-нибудь плохое. Просто действительно, I'm sorry, I'm sorry. Я очень жалею то, что я не хочу с вами прощаться. У меня нет идей, идей у меня нет. Когда я услышала от одного очень популярного блогера, когда он сказал, у меня нет идей. Вы знаете, я задумалась, а как-то у тебя нету идей. Вы знаете, из меня идей так и прут. Они просто вот как вылезают и прут. У меня идей очень много, а у него уже кончились идей. Ну, надо что-то с этим делать. Надо пойти, наверное, в библиотеку, предать книжки. Субтитры сделал DimaTorzok